Здравствуйте! Сегодня 19 января и вы смотрите ежедневный обзор рынка от Макси Форекс. В ожидании итогов начавшейся вчера встречи в Брюсселе министра финансов шести европейских стран с наивысшим кредитным рейтингом 3А пара евро-доллар активно росла, пользуясь повышенным спросом покупателей. Внимание инвесторов к этой встрече объясняется ожиданием согласованного решения ключевых вопросов по реформированию Европейского стабилизационного фонда, определяющих способы получения, реализации и возврата странам-участникам пакета финансовой помощи в размере 750 млрд евро. Отсутствие же такого согласия по итогам заседания, вследствие особой позиции Германии, возражающей противовувеличение фонда, может оказать негативное влияние на евро, изменив ситуацию, складывающуюся сейчас на рынке. Сообщение, полученное в ходе торгов, о намерении России вновь инвестировать средства в испанские долговые обязательства, добавило интерес к покупкам европейской валюты, курс которой к началу американской торговой сессии достиг максимального уровня на отметке 1.3464. Однако на этом уровне восходящий импульс несколько ослаб, на фоне фиксации прибыли краткосрочными игроками и пара евро-доллар откатилась на коррекцию. Впрочем, на уровне 1.3356 спад курса валюты вновь привлек интерес к покупкам и евро начал восстанавливаться к достигнутому ранее максимуму. На сегодняшних торгах предполагаем вновь попытку евро протестировать вчерашний максимум на отметке 1.3464. Если пробой этого уровня состоится и пара сумеет закрепиться выше него, последует продолжение подъема к 1.3504 и 1.3572. Если же пробоя не произойдет, евро развернется на нисходящее движение ценовым уровнем 1.3362, 1.3318 и 1.3245. Британский фунт на вчерашних торгах в преддверии публикации данных по инфляции демонстрировал позитивный настрой. В паре с долларом США валюту активно покупали, причем коррекционные откаты фунта оставались весьма незначительными. Публикация в экономической статистике из Великобритании индексов потребительских цен, оказавшихся значительно выше прогнозов экономистов, вызвала стремительный рост курса британской валюты. Пара фунт-доллар на этих данных взлетела к уровню 1.6058, однако преодолеть сопротивление продавцов в этой зоне и продолжить подъем не смогла. Активные продажи развернули курс британской валюты и пара начала корректироваться, вернувшись к исходу дня в середину дневного диапазона. На торгах в среду ожидаем новую попытку тестирования вчерашнего максимума 1.6058. Если пробой этого уровня состоится и паре удастся закрепиться выше него, последует продолжение подъема в направлении 1.6093. Если же быкам по фунту не удастся продавить пару выше 1.6058, возобновится снижение фунта ценовым уровням 1.5933, 1.5892 и 1.5820. В экономическом календаре среды Япония публикует индекс активности в сфере услуг. Великобритания представит целый ряд показателей, в том числе уровень заявлений безработных на трудоустройство, изменение количества заявлений на получение пособий по безработице, уровень безработицы, предыдущий показатель 7,9%, динамика уровня среднего заработка, а также индекс понедельной оплаты труда. В Евросоюзе выйдут данные по изменению объемов строительства за ноябрь, а США отчитается по объему выданных разрешений на строительство и количеству закладок новых фундаментов для строящегося жилья. Более подробную информацию по движению валют на рынке смотрите на сайте maxiforex.ru в разделе прогнозы. Желаем вам удачных и прибыльных торгов на рынке Форекс.